Всем привет! Вы на YouTube канале Аксель Франк. Жизнь в Австрии. В 2018 году я сделал один ролик, который сейчас вам представлю. Дам ему вторую жизнь. Он сделан в моем любимом жанре, такой авантюрной комедии. Мы с вами узнаем, как проиграть 3 миллиона долларов. Мы побываем в Лас-Вегасе, очень хорошо по нему погуляем. В красивом старинном немецком городе, а также в чешском городе Развадов. Ролик длинный, но я думаю, что вы не пожалеете о потраченном времени. Итак, смотрите. Сегодня про покер и про то, как проиграть 3 миллиона долларов. Это у нас вокзал в городе Вена. Я собираюсь в Чехию, в Развадов, на турнир Всемирной серии покера для Европы и на кэш-игру. Там вместе с этим турниром собирается много игроков и отличная кэш-игра. Путь лежит через Регенсбург. Вот это город Регенсбург. Мы там еще подробнее побываем в конце. Там вот такая речка Дунай и веселые ребята, русскоязычные, играют на музыкальных инструментах. От Регенсбурга там машина встречает из казино Kings из Развадова и привозят на место. Итак, там что это за место? Казино Kings в Развадове. Это покерная столица Европы. Вот мы его видим. На переднем плане это старое здание казино. Сзади новое там отель, спа, великолепное. Между ними большой зал для турниров и там все окей. То есть там все сделано великолепно. И все в округе скуплено этим казино. И домики, которые раньше там были с всякими парикмахерскими, борделями и так далее. Все это переоборудовано. Вот такие домики переоборудованы под апартаменты и там размещаются гости. Я там в таком домике жил 80 евро за ночевку. Отлично там уровень 4 звезды, все оборудовано, отделано. Но очень хорошо. И до казино 2 минуты пешком. Чем примечательно там? Помимо турниров, там встречаются такие люди. В ресторане, в майке, в трусах. Это хайроллеры, игроки на высокие ставки. Вот этот конкретно парень, вот видите биткоин. Вот этот парень это король биткоина Мэтт Керк, австралиец. Почему он король биткоина? Потому что это физическое лицо, которому принадлежит самое большое в мире число биткоинов. Вот просто так. Ему на начало этого года принадлежало 66 тысяч биткоинов. Что даже при нынешнем низком курсе составляет примерно 400 миллионов евро. И если предположить, что у этого парня помимо биткоинов есть еще что-то, то может быть он миллиардер, а может быть где-то близко. Помимо того, что он король биткоина, он еще и хайроллер. То есть игрок на больших лимитах, на высокие ставки. Что такое хайроллер? Это вот игра, когда можно в течение двух-трех минут проиграть 150-200 тысяч или выиграть. То есть это игра на очень большие деньги. И вот этот Мэтт Керк один из известных игроков на больших лимитах. И сейчас мы познакомимся со вторым участником вот этой интересной истории про 3 миллиона. Это Леон Цукерник. Леон Цукерник, он владелец казино Kings в Развадове. Вот это покерный зал, турнирный зал в казино Kings. Там проходят турниры, больше 90, более 90 столов. И Леон Цукерник личность очень примечательная. Он родился в Москве, потом жил в Торонто. Начинал бизнес как антиквар. То есть он начинал с антикварного бизнеса. У него до сих пор есть галерея в Вашингтоне и в некоторых других городах. А в 2003 году переехал в Чехию. Он купил землю в Развадове и построил старое казино. Он владеет еще целым рядом казино. И постепенно, помимо того, что заниматься антиквариатом и казиношными делами, он увлекся покером. А так как человек абсолютно неординарный, он серьезно подошел и к вопросу покера. И достаточно быстро стал известной личностью. Тоже он хай-роллер, играет на больших ставках. Вот например, в прошлом году в Лас-Вегасе проходил кубок хай-роллеров. Где он занял четвертое место и получил призовые в размере 1,8 миллиона долларов. То есть вот так. На карманные расходы. И вот с этим турниром и связана история с турниром в Лас-Вегасе. За пару дней до того, как в мае 2017 года начался кубок хай-роллеров в Лас-Вегасе, В казино Ария встретились наши герои Мэтт Керк и Леон Цукерник. И они что-то отмечали, им было весело и они решили поиграть heads-up. То есть один на один. Ну пожалуйста, а казино Ария это как раз то место, где играют наиболее серьезные такие высокие ставки в мире. И они сели за стол, у Леона Цукерника с собой мелочи не было. И он попросил Мэтта Керка, ну ты мне займи 3 миллиона фишками. И Мэтт Керк взял ему и дал 3 миллиона фишками. Они стали играть. Играли они не очень долго, там часа два продолжалась игра. И Леон Цукерник все вот эти 3 миллиона проиграл Мэтту Керку. Вот вход там, вот это реальный стол. Это я сижу за столом и снимаю. Лица нельзя снимать, но стол можно. Вот мы на копеечку играем в покер Амаху. В покер Амаха играют и наши герои. Итак, на следующий день Леон Цукерник возвращает Мэтту Керку 1 миллион долларов. А по поводу других 2 миллионов у них возникает коллизия. И как-то они не очень возвращаются. И Мэтт Керк подает в суд на Леона Цукерника с требованием вернуть ему 2 миллиона. Плюс расходы на адвокатов и на прочее, прочее, прочее. Плюс проценты. А адвокаты Леона Цукерника подают ответный иск на Мэтта Керка и на казино Ария. Обвиняют их в сговоре, а казино Ария обвиняют в излишнем обслуживании. Иск 10 миллионов долларов. Что такое излишнее обслуживание? Грубо говоря, наливали так много и так хорошо, что как сказано в иске, я уже перестал различать масти карт и не мог посчитать фишки. То есть, обвинение в том плане, что это был сговор между игроком Мэттом Керком и казино Ария, чтобы меня напоить и обыграть. И поделить деньги между победителем и служащими казино. Так ли это, не так ли это, вообще никто не знает. Главное, что по судебному пути взыскать карточный дот нельзя. Вот ни в Америке, ни в Европе долги азартных игр, то есть долги возникшие в результате азартных игр, не имеют юридической силы. Ну, как там все происходило, никто не знает. Весь покерный мир был взбудоражен. Скажем так, там делились мнения, кто-то за одного, кто-то за другого. Как-то все это обсуждалось, но неожиданность случилась в апреле 2018 года, то есть через год. А вот игры хайроллеров в казино Kings в развадове, они все снимаются на видео. И эти видео выкладываются на YouTube. Причем это делается очень быстро, буквально на следующий день уже видео доступно. То есть, все можно понаблюдать, посмотреть как что было. И вот удивленные, интересующиеся вопросом, в апреле 2018 года вдруг видят, что в казино Kings приехал Мэтт Керк в майке. И они с Леоном Цукерником прекрасно хлопают друг друга по плечу, вместе за столом играют и все у них отлично. То есть, каким-то образом вопрос об этих двух миллионах был урегулирован. То есть, они как-то все решили между собой и настолько хорошо решили, что Мэтт Керк даже приехал в развадов играть. И вот в сети на YouTube есть интереснейшее кино. В этот раз как-то не очень повезло Мэтту Керку. При этом его никто не спаивал, он был абсолютно трезвый, хотя и немножко расстроенный. А расстраиваться было из-за чего? Он в течение дня проиграл порядка 3 миллионов долларов. То есть, если посмотреть как все происходило, это конечно феерия абсолютная. Он сначала просто проигрывал, потом он впал в тильт. Тильт это состояние, когда человек перестает себя контролировать. Он хочет отыграться, начинает играть такие руки, которые надо сбрасывать. Начинает участвовать в таких раздачах, в которых участвовать не стоит. Начинает делать ставки, которые делать не стоит. То есть, это и называется словом тильт. То есть, это психическое состояние, когда человек уже себя плохо контролирует. И все надеется на какое-то чудо, на удачу. А как раз ни чуда, ни удачи нету. Тем более, что он не принимает неправильное решение. И там это просто какая-то феерия была. Он проигрывал, проигрывал, проигрывал. И проиграл за один день порядка трех миллионов. А всего за сессию двухдневную там 4,7 миллиона. То есть, такой очень серьезный проигрыш. Но учитывая, что у парня там по самым скромным подсчетам там 400 миллионов. Конечно, очень жалко, но он вероятно как-то это переживет. И все это выложено в сети. Поэтому это очень интересно, что происходит в мире вот этого покера. Не только на больших ставках, а вообще в принципе. Покер, в отличие от шахмат, это игра, где помимо умений очень важна удача. То есть, не имея какого-то некоторого везения, Сколь бы хорошим игроком ты не был, ты будешь проигрывать. То есть, в шахматах начинающий игрок, он не может выиграть у гроссмейстера никак. Вот в шахматах игрок, даже вот перворазвядник, он у гроссмейстера выиграть не может. Вот что бы ни происходило, он будет проигрывать. А в покере человек, который играет первый раз, может выиграть у победителя турнира мировой серии покера. Просто потому, что ему придет, а тому не придет. То есть, в покере есть элемент случайности, есть элемент везения. И этот элемент не надо недооценивать. Поэтому хайроллеры это все игроки, которые умеют играть, умеют играть очень хорошо. Которые прошли огонь, воду и медные трубы. И на их уровне, там умения у всех примерно на одном уровне. И принципиальным является психологическое состояние, там выдержка, какие-то такие трезвость, от которой зависит внимание. И главное везение. То есть, на этом уровне роль везения, когда умения у всех примерно одинаковые, выходит на первое место. И кому-то может повезти, а кому-то может вот так на 3 миллиона за один день не повезти. То есть, если вы хотите играть в покер, вы должны четко понимать, что вы можете и будете проигрывать. И поэтому рисковать какими-то суммами значительными я бы не советовал. Хотя есть люди, мне довелось в развады познакомиться с очень интересным человеком, жителем Вены, которые этим зарабатывают. То есть, при хорошей подготовке, при хороших психологических таких качествах, покер позволяет зарабатывать на жизнь. Но для этого надо очень много времени посвятить, очень хорошо готовиться и в общем-то быть готовым ко всяким неожиданностям. Итак, мы понаблюдали с вами за прекрасным городом Лас-Вегас, а сейчас мы вернулись в Регенсбург. Вообще, Регенсбург это один из баварских городов, который это памятник ЮНЕСКО. Ему в свое время повезло, он не был сильно разбомблен. И у него сохранилась достаточно в нетронутом виде, такая симпатичная старая часть. Сказать, что мне Регенсбург особенно понравился? Нет, он мне особенно не понравился. Нюрнберг красивее. Гораздо Регенсбург, ну как-то там неплохо. Там была у нас проблема выпить пиво, почему-то до обеда, а это у нас было два часа до поезда на Вену. Все было закрыто и найти заведение, где можно попить вкусного баварского пива было очень трудно. В итоге мы нашли конечно, а так город как город, ничего особенно привлечательного. В нем нет, но связь Вена-Регенсбург очень удобная. Поезд скоростной, 3 часа 15 минут. А оттуда за небольшую плату тебя встретят из казино. Вот это впереди каменный мост. Там в Регенсбурге две достопримечательности. Каменный мост и старинный собор. При этом старинный собор как-то так вот спрятан, что перед ним нет никакой площади. Вот это у нас река Дунай. Видите, она здесь не очень широкая, но судоходная. Кораблики плавают и на лодках люди мучаются против течения. Наверное спортсмены. То есть мое увлечение покером, оно на чисто любительском уровне. Чисто пощекотать нервы и я не захожу на высокие лимиты. То есть я не считаю, что готов играть на высоких лимитах. А вот это у нас оркестр. Мы подошли к этим ребятам, которые играют старинные еврейские песни. Вот в сопровождении этого ролика это их музыка. Я у них купил диск и спросил разрешение, можно ли вашу музыку использовать для звукового оформления ролика. О чем мы в общем-то с ними договорились. И что хочу сказать, где играть. Есть игра в Вене, но в Вене, в Амаху играть очень редко собираются. Какие-то турниры я ездил в Словению. У меня на канале есть ролики про Словению. Там приезжают итальянцы, но как-то не очень. Они разрешили их снимать и выдают свои трели. Красиво конечно. Все три русскоязычные. Бывшие соотечественники. У них неплохо получается. Вот они сидят и зарабатывают доступным им способом. В Европе реально поиграть можно вот в развадове. А вот это у нас ресторан на берегу Дуная. Мы там простояли минут 15. Пиво так и не принесли. То есть там у них официант был почему-то немножко нетрезвый. Вот у него походка и он был не в состоянии донести еще две кружки пива. Но постояли, посмотрели и мы пошли дальше. Так что о Регенсбурге у меня осталось не очень хорошее впечатление. Разве что вот этот памятник, вот этот монах с лебедями. Ну это гуси видимо, но у меня все лебеди. А вот этот тот самый собор, который не салсберецкий, но тоже ничего. Его снять очень трудно, то есть по идее перед таким собором положена большая хорошая площадь. Площади нету, максимум ты можешь отойти там метров 40-50 и высоко задрав голову вверх, снять вот этот самый собор. Погода была великолепная, вот сейчас у нас сегодня 5 ноября. Вот в Баварии сегодня до плюс 20. То есть там климат такой достаточно приятный, как и в Австрии. Вот видите, собор он со всех сторон загорожен домами. На этом все, не играйте в покер на 3 миллиона и на миллион не играйте, потому что это очень обидно проигрывать такие деньги. Если ролик понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и всего вам наилучшего. Пока-пока.